Всем привет, я Алексей. Это обзор на пластик Nylon CF от PlexiMire. Поехали! Итак, что же это за материал такой? По сути это тот же нейлон, но с добавлением 10% вуллеродных волокон. Эти волокна армируют нить, придавая напечатанной деталью большую жесткость и снижая усадку. Поверхность у филамента шершавая, видны выпирающие части, но в целом она однородная. В срезе видны сами карбоновые волокна. Этот филамент нехрупкий, сломать его мне не получилось. По эластичности почти не отличается от своего соврата нейлона. Диаметр нить стабильный, 1,8 мм, что находится в пределах нормы. Этот нейлон, как и все остальные, отлично тянет влагу из воздуха. За пару недель может впитать до 8% воды. При печати влажным нейлоном чаще всего встречаются такие дефекты, как нити и пузыри. Чтобы их избежать, материал необходимо сушить. Лучше всего делать это в специальной сушилке филамента и печать прямо из нее. За неимением таковой можно обойтись и духовкой. Я, например, просто кладу катушку с нейлоном в печь, выставляю температуру 90 градусов и оставляю сушиться на 5 часов. После печати я прячу филамент в герметичный контейнер с силикодилем, чтобы избежать попадания влаги. Непосредственно перед следующей печатью стоит дополнительно подсушить нейлон несколько часов, например, сушилки для фруктов. Перейдем к печати. Для сравнения характеристик я печатал модели из натурального нейлона и из композитного. В первую очередь напечатал калибровочные кубики 20-20 мм для измерения усадки. Постройки печати вы видите на экране. Запаха при печати я не заметил. При замерах штанов и циркулям я получил такие результаты. У кубика из обычного нейлона получились размеры 19,9, 19,9 и 20 мм. А у наполненного карбоном все стороны равны 20 мм. Если посчитать, получаем процент усадки 0,5 для обычного нейлона и 0 для композитного. Естественно, этот результат нельзя считать эталонным, но благодаря нему видно, что композитный нейлон имеет меньшую усадку. Далее из каждого пластика отпечатал по фигурке лисы. Обе их лисы подплавились уши. Причина банальна. Нагретый материал не успевал остыть, прежде чем наносился новый слой. Этого можно было бы избежать включением обдува, но как вы знаете, нейлон и обдув не дружат. У лисы из композита хоть и видно слои, но на ощупь она кажется монолитной. Теперь оценим качество укладки слоев. У кольца из композита видны незначительные наплывы и неровности, но в целом укладка хорошая. В сравнении с обычным нейлоном видно небольшую разницу в качестве печати. Давайте теперь что-то разрушим. Это будет испытание на ударостойкость. Тестовыми образцами станут кольца из натурального нейлона и из композитного. Их размеры вы видите на экране. Победит тот, кто выдержит больше ударов. Победит тот, кто они сняли. В этой борьбе победу одержал Найлон Сейф, пережив 9 ударов. Обычный нейлон сдался в первом же раунде. Оба образца сломались по шву, но композит имел 2 места слома, так что можно сделать вывод, что он более жесткий, но в то же время более грубкий, нежели чем классический нейлон. И наконец мы подошли к финальному тесту, испытанию на гибкость и морозоустойчивость. Я буду гнуть 2 пластины одинаковое количество раз. Одну при комнатной температуре, а вторую сразу после заморозки до минус 20 градусов. Приступим. Начать решил с образцов при комнатной температуре. Каждую пластину буду гнуть по 6 раз. Композитный нейлон получил небольшой надрыв. В то время как и на обычном нейлоне повреждений не видно. Теперь перейдем к тесту пластин после заморозки. Я заметил, что пластины в замороженном состоянии тверже и жестче. В этот раз обе пластины получили видимое повреждение. Трое из четырех образцов имеют явное место сгиба. У пластины из обычного нейлона при комнатной температуре такого дефекта нет. Подведем итоги. Какие же недостатки я заметил при работе с Nylon CF? Сравнивать будем с обычным нейлоном. У напечатанной из него детали меньшая эластичность и большая хрупкость. Для печати им нужна маленькая скорость и отсутствие обдува модели. Потребность сушки я не считаю проблемой и это скорее особенность присущая большинству полиамидов. Теперь поговорим о преимуществах. Он имеет очень маленькую усадку, приятную поверхность после печати и что самое главное большую жесткость. Я считаю, что это полезный пластик и он может пригодиться для решения разных технических задач. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...